Итак, друзья, всем привет из солнечной долины Калифорнии. Это опять я. И у меня закончился сейчас мой класс в колледже. Я направляюсь домой. Сейчас я пристегнусь. И будем ехать, и я расскажу. Я, в общем-то, что сейчас хочу рассказать вам. Сейчас такой случай интересный произошел у нас в классе. В общем-то, вот об этом я и хочу рассказать. У нас шел урок, и учительница рассказывала что-то. Я не буду сильно вдаваться в подробности. И одна из учениц, скажем так, девушка молодая. Ну, я не знаю, ей до 30 лет. Молодая девочка. Ну, и опять же, вот еще немножко отвлекусь от отступления. Все наверняка знают, что в Калифорнии, тем более, где мы живем, тут довольно-таки много мексиканского населения. И у нас в классе, естественно, тоже довольно-таки много мексиканцев. Преобладающее число с каждым. И, в общем-то, вот эта девушка, она мексиканка. И она пыталась спросить у учительницы, задать ей какой-то вопрос, и пыталась у нее спросить, чтобы она и объяснила, как на дорогах, на американских хайвеях пишут, там, East, West. И она пыталась что-то у нее спросить. И вот, в общем-то, я, например, тоже не поняла, что она хочет у нее спросить. У нее учительница несколько раз переспрашивала. А у нее так еще довольно-таки такое произношение, ну, очень сложное. Причем за счет того, что в классе, как бы, в основном мексиканцы, то есть они ее поняли, да, что тем более она им на своем, как бы, да, там, языке, как бы-то потом это тоже сказала, что она хочет спросить. И они уже, как бы, попытались объяснить учительнице, да, вот, и там, нам, там, кто не понял, да. Получается, от таких, кто не понял, там, я и еще одна женщина, она с Болгарией, не-не-не-не, с Венгрией, с Венгрией, да, она с Венгрией. Вот. И тут ни с того ни с сего вдруг эта девочка начинает плакать. Ну, как, она не девочка, она девочка, ну, я же говорю, ей там до 30 лет, да. И тут она начинает ни с того ни с сего плакать. И такая какая-то неловкая ситуация получилась. И все так как-то замерли. она плачет, и непонятно, что вообще произошло. Боже мой, наша учительница, она, я не знаю, она так испугалась. Я думала, ее сейчас разорвет, ее так начало колотить. Она подбежала к ней. Что случилось? Что случилось? И та вроде все-все, ничего-ничего там, как бы, все ее пытаются успокоить. И, в общем-то, начинают учительнице объяснять, что она плачет из-за того, что ее вот учительница не поняла, что она там несколько раз ее переспрашивала, что она там пыталась там у каких-то других людей выяснить, что же случилось, да. Не знаю, мне, честно говоря, это была ситуация как-то так странно. Во-первых, мне было непонятно, почему девушка это заплакала. То есть, ну, ничего не произошло. Мы все, в общем-то, там находимся для того, чтобы, как, учить язык, да. Мы все эмигранты, мы все, у нас у всех там очень хорошее произношение. Но это нормально. Она так расстроилась, боже мой. Ну, больше даже меня поразило отношение учительницы. То есть, она к ней подбежала. Она ее, давай обнимать, давай ее целовать. Боже, деточка, да что ты, да ты успокойся, да извини меня. Она столько раз извинялась там, как будто она что-то такое сделала, ну, неимоверное вообще, как будто там, я не знаю вообще, что произошло, что она ее не поняла. Она так извинялась. Я вспомнила в этот момент отношения наших учителей в наших школах. Я помню прекрасно мою учебу в школе, да, хоть это было, конечно, много-много-много лет назад, но я это очень помню хорошо. Я, наверное, запомню это вообще на всю свою оставшуюся жизнь, потому что такое ненависти к себе я, наверное, больше за всю свою жизнь ни от кого не испытывала, как от моей учительницы. И потом я также, наверное, тоже запомню отношения учительницы к моей, к Соне, да. То есть, ну и вообще вот к детям в классе. То есть вот она закончила в Украине, в Одессе она закончила 4 класса, ну, как в начальную школу, да. Боже мой, я не знаю, я как бы не хочу, конечно, никого обижать и оскорблять, все зависит от человека, конечно, но это какой-то кошмар. Ребенок приходил, постоянно какое-то как зашуганное какое-то состояние, и она мне такие вещи рассказывала. Она говорит, она там нам позволялась, вернее, позволяла себе там говорить, вы идиоты, вы что, тупые, вы что, там, бараны все там. Я не могла в это поверить долгое время. А потом, когда случился такой инцидент, я пришла, получается, как бы, Соня забыла покушать, да, взять с собой, и я принесла ей покушать, и, получается, двери в класс были открыты, и я зашла и услышала своими ушами, как учительница общает с детьми. Я была в шоке просто. То есть потом, конечно, когда она меня увидела, она как бы сменила тон, и как бы все изменилось. Но вот этот вот первый момент, да, когда я просто оторопела, у меня челюсть отвалилась, как учительница разговаривала с детьми. И, естественно, я же еще раз повторю, что это может быть какой-то там единичный случай, хотя я уверена, что это никакой не единичный случай, потому что я же вот говорю, у меня в школе такое было, и сколько с мамами тоже мы, я разговаривала с другими, из других классов, из других школ, и это очень-очень часто. Это просто вот отношение вот учителя к своим ученикам. Я понимаю, как бы мы тоже эту тему как-то обсуждали вот с моими родителями. Я понимаю, да, они бедные, несчастные, затюканные эти учителя, там деньги им не платят, там зарплаты маленькие, в общем, тяжелая, очень дико тяжелая работа. Ну, извините меня, если вы уже шли на эту работу, вы же уже отдавайте себе отчет, что это будет, да, тяжелая работа, да, не высокооплачиваемая. Ну, что ж так детей-то уничтожать? Дети-то тут при чем? Дети же в этом не виноваты. И вот это, конечно, была такая разительная разница, ну, не знаю, так можно сказать, разительная разница? Нет, наверное, нельзя. Ну, неважно, огромная была разница, вот это так бросилось мне в глаза, как взрослого человека, да, вот учитель здесь умоляла успокоиться. Она там, я же говорю, она ее там отнимала, целовала, там, ну, прости меня, прости, 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 прости. Вот просто человеческий фактор, просто отношения, просто вот такая вот жизнь другая. Вот, ну, в общем, вот это вот все, что, наверное, я хотела рассказать, ой, что я еду как-то очень быстровато, вот, заговорилась. Это все, наверное, что я хотела рассказать, и что в заключении можно добавить. Оставайтесь людьми в любых обстоятельствах, и я всем это желаю, себе, естественно, я тоже это желаю, и главное все-таки, наверное, оставаться действительно человеком. Неважно, в какой ты стране, где ты, как ты, что ты, но в глубине души, конечно, лучше оставаться человеком, потому что выглядит это, конечно, со стороны, когда вот такое отношение, это просто ужас и кошмар. И как приятно, когда ты видишь вот другое совсем отношение. Что ж, все, всем пока, всем удачи, всем здоровья и удачи!